Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Группа, друзья, «Крестная семья» Владимир Бобос. Добрый день. Привет. Добрый день, Александра. Давай сразу мы быстро ответим на вопрос, который уже я прям чувствую, чувствую, посыпался изо всех уголков страны. «Крестная семья», «Крестная семья», «Почему только Вова?» А где Роман? Роман сейчас, кстати, в Санкт-Петербурге путешествует. Ему огромный привет. Слушай, страну очень любят в Питере, так что, может быть, где-нибудь даже слушает. Он любит путешествовать, в принципе, да. Он и на яхтах ходит, и на Афон очень часто. Ну, да, это такая очень хорошая тема. Друзья, ну, конечно, вы уже сто процентов догадались, что основная тема сегодняшней нашей встречи — это премьера, это супербомбический клип «Коплёна Феррари», трек, который очень часто появляется в нашем эфире, за который вы уже, кстати, активно голосуете. Вов, можно уже даже прям говорить спасибо, ребята, респекту. Продолжайте в том же духе. Да, ну, очень яркая работа. Я искренне поздравляю. Крёстная семья просто взяла и показала, что она в деле, как вы любите писать, хэштеги ставить. И, в общем, всё в порядке. Спасибо большое. Ну, здесь, конечно, нужно сказать огромное спасибо и Юрию Ярушникову, это диджей Хобот, который когда-то с нами тоже даже гастролировал. Вот, это его работа. Он снял отличный клип «Суперидея». Когда он это всё нам прислал, это показалось, что, ну как, не может быть круче. То есть сразу была первая идея, что это только так? Конечно, конечно, конечно. И огромное спасибо ребятам, которые поддержали. Это и Василий, и... Я имею в виду Баста, Вася Вакуленко, так. Да, Альберт, Кейв Стоунер, и спасибо огромное Джиган. Они снялись и градусы, снялись это всё наши друзья, им огромное спасибо. А значит, им не приходилось платить деньги, опять-таки, что тоже очень удобно. Да, это тоже вопрос, что я видел очень много, ну не много, но несколько таких рассуждающих блогеров, которые, ну, им, наверное, заплатили, и какие-то такие смешные деньги называли, что, ну, нет, за эти деньги, ну, никто. Это только за дружбу, конечно. Все просто... Мы очень давно дружим, уважаем друг друга, любим, и, ну, огромное спасибо. А потом, ребята, ты уже в теме, они понимают, что это тот самый хайп. В общем, почему от него отказываться лишним, он не бывает. Ну, сейчас же всё на этом построено. Скажи мне, пожалуйста, давай сначала, наверное, самый-самый главный вопрос. На каких автомобилях ездит группа «Крёстная семья»? То есть реклама ли это, или это мечта, или это действительно констатация фактов, что коплю на Феррари, в общем, откуда? Мы пока копим, мы пока копим. Несмотря на то, что группе 16 лет уже. Да, ну, копим ещё пока, пока ещё не накопили. Ну, маленький Феррари, я видела у тебя в Инстаграм. Маленький, да, это я сыну купил, это я прижал и купил сыну подарок. Пока хватило, только, значит, вот она это. Чья идея, чей текст? Скрипом уже понятно, кто вам подарил такую идею? Да, идею мы на самом деле давно вынашивали. У нас была вот эта фраза была «Коплю на Феррари». И мы не знали, куда ей. Да, и мы очень долго думали. Рома говорит, Вовчик, коплю на Феррари, это будет бомба. Я говорю, да я вот понимаю, что это будет бомба, но я такой человек, что мне нужно как-то на музыке это всё услышать, чтобы понять, как это, ну, как это слушается, да. И когда уже пришла вот сама музыка и слова «Коплю на Феррари», мы потом уже, имея уже припев, мы сели с романом и начали писать текст. Мы написали его, ну, часа за три, наверное. То есть это всё у вас совместно происходило? Строчку, строчку, роман и собственную мелодию? Да, да, да. Это сразу же первая эмоция у всех, кто просматривает и прослушивает этот трек. В общем, друзья, что я могу сказать? Клип «Коплю на Феррари» вы уже прекрасно знаете, но в нашем эфире он более в такой родиной версии появляется. То есть, ну, там же есть ещё глубокие актёрские мхатовские паузы, интересные диалоги прописаны. Поэтому сегодня мы решили предложить вам посмотреть полную версию, конечно, которую есть и на официальном канале группы «Крёстная семья» на YouTube. Если захотите потом пересмотреть, зайдёте. Ну, сейчас у вас вот такая тоже будет уникальная возможность. Вов, давай посмотрим, а потом подробно по кадру разберём всё. Внимание на экраны! Все-все-все-все тачки опостылили мне Нет-нет-нет-нет, не надо больше мне БМП На одном паршивном у меня истории Только ты, 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 ты как на дни Каплю на Феррари Ты поймёшь однажды по моей счастливой хоре, детка, я купил себе Феррари Детка, я купил себе Феррари Будем пить неделю с пацанами в баре Кручий Бентли, кручий Ламбо По-любому One number, one line, one love 700 кобыл, 12 котлов Малыш, это Феррари Эта девка рычит, как тигрёнок из стали Малыш, это Феррари Жёлтая лошадь Мэйден Италии Все-все-все-все тачки опостылили мне Нет-нет-нет-нет, не надо больше мне БМП На-на-на, паршив у меня не стоит Только ты, 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 ты Здравствуйте, куда едем, папаша? Эээ, добрый день, Нижний социальный переулок, дом 5 А, всё, понял Поводка, конечно, не очень сегодня в Москве Я другого ожидал, когда приехал сюда с провинции Часто у вас тут дожди-то стало Можем помолчать, я просто в тишину пойду А, хорошо Так, а может, музыку какую-то послушаем? Музыка? А что у тебя, какая есть? Ну, ты знаешь, я люблю только трушный рэпчик Ну, на воли чудом Каплю на Феррари Феррари, Феррари Каплю на Феррари На Феррари Каплю на Феррари Феррари, Феррари Каплю на Феррари Пахан, отец Руку убрал Давай, брат, приехали Приехали Как ты и просил Внешний социальный период Кого-то ждет вознагражденец Налетай Капи на Феррари Каплю на Феррари 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 На Феррари Под моим матрасом 22 мульта Не хватает трешки, чтоб сбылась мечта Перед сном тревожно, вокруг темнота Как-никак поет 22 мульта Биржа нестабильна, скачет суть на евро. Новости не в радость, действуют на нервы. Дома ем консервы ради красной стервы. По-любому буду на Феррари первый. И налог на роскошь меня не пугает. Замучу Феррари, я на бабу раю. Бабочки порхают внизу живота. Чувствую близка моя мечта. Феррари, Феррари. Коплю на Феррари. Лучшие в стране. Программа продолжается, друзья, крестная семья. Сегодня у нас в гостях, ну точнее один член семьи, скажем так, Вова Бобус. Вов, ну давай про клип. Коплю на Феррари, который только что посмотрели. Мы в полной версии, что называется. Сразу вопрос. Значит, Баста, понятно. Василию даже целую роль выдали такую очень серьезную слова. Почему же группа Градусы, а также Джиган не получили такую возможность? На самом деле было много материала отснято. Это уже, наверное, решилось во время... Вашло лучшее. Мы понимаем, значит, то, что ребята сняли, это вообще не годилось никак. Нет, я думаю, что это там уже монтажные какие-то нюансы были, чтобы это было все динамичнее и вот интереснее. Потому что вот это вот Романа движение, вот это интересное там. Ну, я думаю, что это какие-то монтажные уже задумка режиссера. Значит, получается, что вы сотрудничаете с «Медузой» и с Дарьей, да, девочка? Я Даша, как ты говоришь, артистка. Собственно, «Медуза» почему? Даша, как полвыбор на этих товарищей талантливых? Это наш очень хороший товарищ, друг. Он просто хочет остаться инкогнито, поэтому есть только информация «Медуза» и все. Он очень хорошо читает рэп, он большой поклонник группы «Каста», кстати. Как и вы, надо сказать, поэтому на этой фоне вы подружились, скорее всего. Вот. Даша очень талантливая. Я бы ее вообще назвал российская Кристина Гиллера. У нее такой идеальный голос, она так умеет им пользоваться. Сейчас у нее, кстати, на iTunes ее можно найти две песни. Псевдоним «Я, Даша» по-русски. Кому интересно, зайдите, послушайте. Очень прикольные песни. Я сейчас в топе даже, ну, так что. Ну, что касается «Баста», понятно, вы дружите 300 лет уже, по-моему, да? Если не ошибаюсь, как раз сегодня в обед исполняется эта круглая дата. А Джиган тоже, он же даже в свое время успел поработать в команде «Крестная семья». Да, это было... Но что-то не срослось. Вот я как раз хотела спросить у тебя причину. За что парня вы выгнали? Мы не выгнали, нет. Да, мы с ним ездили. Первый наш концерт. Мы поехали на Камчатку. Так это вообще первый концерт группы «Крестная семья». Да, да. И он поехал как участник группы, как диджей, как бэк-вокалист. И мы сделали, мне кажется, очень хороший концерт. Первый, очень хороший. То есть это совсем не блинкомом был. Вот. А потом просто у нас пошла какая-то история такая. Мы там чуть начали между собой. Вот. А Денис уехал в Москву и здесь добился больших результатов. Молодец. Но сегодня у вас очень хорошее отношение. И сегодня очень хорошее отношение. Потому что очень много фотографий у вас совместных появляется в социальных сетях. И все в порядке. Ну хорошо, а что скажи с Бастой? Я так понимаю, к «Газгольдеру» вы не имеете никакого отношения к продюсерскому центру? Просто вот теплая дружба. Мы не артисты «Газгольдер». Мы просто очень хорошо дружим. Проценты не отчисляете? Нет. Мы очень хорошо дружим с Василием. Опять же записываем новые песни. И вот очень ждем тоже. Вот. Давай расскажем. Очень ждем. Скоро выпустим новый трек совместный. Такой лирический, душевный, глубокий трек. Больше ничего не скажу. Ну и клип будет же тоже на этот самый клип. Клип уже снят, и клип готов. Тоже очень хороший клип. И, ну, надо смотреть, ждите, ждите. Премьера будет на телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, вы обязательно должны ждать этого момента с нетерпением. Пишите нам письма в редакцию, требуйте скорейшего появления. Но я думаю, что вы придете обязательно к нам с Романом и презентуете его тоже. У нас есть небольшая нарезка из, скажем так, не скажу, что... А, мне говорят, лучше попозже. Не прервемся совсем ненадолго, друзья. А после этого мы посмотрим небольшую нарезку из клипов замечательных творений, шедевров группы «Крестная семья». Ну а Вова нам прокомментирует. «Лучшее в стране». На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. А у нас в гостях сегодня «Крестная семья» Владимир, Бобос, Вова, Каплюна Феррари, друзья. Продолжаем копить усердно успехов тем, кто решил все-таки осуществить эту мечту и задумку. Пусть все исполняется. Мне же сейчас хочется... Давай мы предположим, что пофантазируем, есть такие, ну, два, три, пять человек, которые даже не знали до трека и клипа «Каплюна Феррари» «Крестная семья». Ну, можем же предположить, что есть такие. И поэтому, если у вас есть возможность немножко так ознакомиться с творчеством группы. На экран внимание, небольшая нарезка. Вов, ну а ты нам потом расскажешь. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Номерок блатной до три семерочки. Три семерочки. Не помогут тебе фраер твои корочки. Не помогут тебе корочки. Ну, вот как-то так. Крестная семья любит и жалуетесь. Но, безусловно, четыре клипа, вы понимаете, это всего лишь четыре песни, четыре трека только что прозвучая в нашем эфире. Ну, что в основном? Треки из разных времен. Я бы, наверное, начал бы не по порядку их воспроизведения сейчас, а по порядку их выходов. Появление на свет, конечно. Да, появление на свет. Вот. Номерок блатной три семерочки. Ну, я думаю, эту песню знают все. Могут не знать, что это мы поем, но... Да то, что это каста, там принимают участие активно. Но когда номерок блатной три семерочки, о, да, я знаю эту песню. То есть, вот. Эта песня... То есть ваша визитная карточка была до появления капли на Феррари? Ну, может быть. Хорошо. Да, и этой песне очень много лет, она на реальных событиях. Вот, да. То есть у нас была... Я там отдыхал, и мы катались на машине с номером три семерочки. На следующий день пришел, рассказал эту историю Роману. И мы записали этот припев прямо там же, на студии, и сделали трек. Отправили его касте. И потом через какое-то время уже Влад записал свой кусок туда. Так это та самая песня, в которой каста и разлышала ваш талант? Нет, это было уже позже. А, понятно. Так. Вот. Так, продолжим. Первое у нас было, это Жульбаные. Жульбаные с Нагана, да. Жульбаные тоже. Это же саундтрек даже к фильму, да? Это саундтрек. Это саундтрек к фильму Выкрутасы. Вообще-то надо сказать, что группа Крестная семья автор двух саундтреков к разным фильмам. Да, Сволочи. И Выкрутасы. Да? Да. Вот. Но тоже так, серьезная работа. Мы ее переписывали несколько раз. То есть пришла задача, нужно написать такой-то трек. Мы записали, отправили. Нам сказали, нет, ну как-то это жестковато, по-моему. Давайте что-то по софтове сделайте. Мы сделали вторую версию, отправили. Все задумались. Какое-то время пропали. И потом через некоторое время уже мы созвонились. Нам сказали, нет, первая версия хорошая. Давайте там несколько слов таких. Ох, помучили, в общем. Сильно жгучих, да. Ну и потом мы, конечно, отправили Васи. И он написал отличный туда куплет. И тогда вообще все срослось идеально. Вот. И мы снимали этот клип здесь, в Москве, на каком-то из рынков. Но это было очень весело. Когда весь рынок мы... Ну просто там... Такое творилось, когда мы и на этом мотоцикле ездили. То есть все смотрели, думали, что происходит. Вот. Еще был клип... Я люблю алкоголь. Я люблю алкоголь. Это, кстати, тоже фраза из жизни. То есть мы где-то... Да что вы говорите. Да. Мы где-то отдыхали. Первый раз, больше не может быть. И в какой-то момент я что-то Роме говорил. И Рома мне сказал, просто я люблю алкоголь. Давай это потом запишем. И все. И это как-то постепенно... Сказано, сделано. И сделали из этого вот такой трек. Вот. Ну и «Жить красиво не запретишь». Наверное, вот из последнего альбома. Это моя любимая песня. Потому что... Ну вот в ней такая энергетика хорошая. Вот. Мы на нее... Это сняли такой клип. Он более... Концертное выступление. Концертное выступление. Но мне очень нравится. Вот сама песня, сам посыл. Сама вот энергия. Что надо жить. В общем, да. А, кстати, съемки-то проходили не в вашем клубе. Нет, не в нашем. Но это были съемки в Ставрополе, да. Ставрополе. Родной город Ставрополь. Ну, поклонники-то знают прекрасно об этом. И, кстати, Роман на сегодняшний день пока еще проживает в Ставрополе. Да. С семьей. А вот, между прочим, Вова уже житель столицы. Да. И не просто житель столицы, но еще и ответственный гражданин, который ежедневно, как выяснилось, ходит на работу. Ну, конечно. Ну, музыка для крови на семье, это, кстати, на огромном количестве сайта написано, что это хобби. Это для души. Это, конечно, не те деньги, на которые там живешь, существуешь, содержишь себя и семью. Ну, конечно. Нужно иметь достаточный заработок с этого, чтобы переключить на это все внимание. То есть... Где же ты трудишься? Скажи, что это, банк, офис, не знаю, магазин, где тебя можно встретить? Ну, это организация у нас очень хорошая. У нас очень хороший департамент Крокус Продакшн. Мне очень нравится команда, в которой я работаю. Всем привет. То есть вы организовываете концерты? Мы организуем мероприятия, да, концерт, это технический продакшн от, там, режиссерских работ и до свет, звук, видео, там, все что угодно, декорации. Удается ли тебе лоббировать интересные группы «Крестная семья»? Ну, я думаю, что потихонечку, да. Всему свое время, в общем, да. Вот сейчас сюрприз, которым вы, наверное, наши зрители, уважаемые слушатели, не знали, не предполагали, но, однако, Вове, за него огромное спасибо. Ну, сейчас будет живое исполнение песни, я хочу, чтобы ты рассказал, что мы послушаем и с удовольствием... Ну, я думаю, что стоило бы спеть, конечно же, номерок блатной «Три семерочки». Великолепно! Ну что, поехали! Номерок блатной «Три семерочки» Едет, катит фраерок «Ксивы корочки» Номерок блатной «Три семерочки» Не помогут тебе фраер твои корочки Модельная стрижка Барсетка под мышкой Заходит в ГАИ Смазливый парнишка Мы сегодня с папой Были в салоне Папа задарил мне новый ленд-ровер Нужны мне номера в реале Чтоб пацаны все лихо Девчонки кричали Братки чтоб мычали А на постах мне мусора честь отдавали Номерок блатной «Три семерочки» Едет, катит фраерок «Ксивы корочки» Номерок блатной «Три семерочки» Не помогут тебе фраер твои корочки На загородной трассе он выжимает максимум На ленд-ровере «Три семерки» на номере Вздымая пыль, стаи гоняя по ветру Автомобиль достиг предела по спидометру Взмах черно-белого жезла И вот прекращен полет А пилот вжался вглубь кресла Но вспомнил о визитке прокурора области О пропуске в администрацию, дающем вольности Вот они документы, сказал, как отрезал Любишь эксперименты? Сунь себе жезл Но судорогая растеклась по корням волос Мент смотрел, не пряча глаз, не тая злость Кокарда мерцала адским пламенем А под ней изо рта дуло ветром преисподней Шерсть в свете луны окаймляла его контур Из чрева слова слышны, где тихосмотр Монтировкой, обросший ворсом Он выдрал номер «Три семерки» с улыбкой борзой Не то рукой, не то копытом отдал честь И сейчас в машине ГАИ с номером 666 Номерок полотной «Три семерочки» Едет, катит фраерок к сивой корочке Номерок полотной «Три семерочки» Не помогут тебе фраерок к сивой корочке Номерок полотной «Три семерочки» Не помогут тебе фраер твои корочки Это «Крестная семья» Это программа «Лучшее в стране» Телерадиоканал «Страна.ФМ» Владимир Бобос Ну и номерок полотной Но много слухов же ходило, что вы относитесь к криминалу «Да ну что вы говорите, мы музыканты» «Вы музыканты, да» «Ну конечно, но это же все слухи» «Или вы предпочитаете, что каждый думает, что хочет» «Мы музыканты» «А зачем?» «Музыканты-кастролеры» Ну, молодым ребятам Ну, относительно Вы начинали там примерно 30 лет Вам где-то было, да, около того Зачем нужно было использовать жаргон в своем творчестве? Ну, во-первых, мы жили в то время И, ну, действительно, мы там Немножечко знали больше, чем Может быть, кто-то другой об этом Чем студенты консерватории От этого, да От этого, ну, наверное, и такая трушность Как любят говорить, да, в текстах Ну, вот просто Пришлось где-то что-то столкнуться Где-то что-то узнать, увидеть, ну Это же, как-то вы, господи, себе называете? Где-то мне попадалось «Гнила» Что-то, что-то такое, да? Так, ладно, это мне найду Я найду Где-то я себе даже здесь готовила эту штуку Хорошо, тогда ответь мне, пожалуйста, на вопрос следующий Если у вас осталась ли обиды на радиошансон, Которая где-то мне тоже попалась в интернете Почему-то не причислила вас Несмотря на наличие жаргона Да, да, не знаю Для меня остается секрет Да? То есть это все-таки топорик где-то закупал? Потому что мы не раз отправляли песни Да Просто отправляли на электронную почту Прям так, ну, список песен И, ну, мне кажется А в ответ тишина Да И я даже слушал этот радиошансон Специально послушал Думаю, ну как Так вот Что вот-вот наберок блатной зазвучит Да И почему-то не ответа, не привета Ну, видимо, где-то что-то по формату Я думаю Ну, получается, был такой момент, что и шансон вас к себе не взял Даже не радио берем всплыв Жанр артистов И вроде как рэперы, наверное, тоже не совсем понимали, зачем им дружить Ну, вот дали нам С такими ребятами как-то странно Дали нам такой вот новый жанр рэп-шансон Рэп-шансон? Да То есть это не совсем рэп, не совсем шансон Вот что-то смежное Ну, такое русское И с гармошечками где-то, где-то там Ну, вам комфортно в этом самое главное находиться Да, да И, что здорово, находит отклик все равно Ну, это русская душа Вот как бы сейчас там не электронщиной людей не пичкали Мне кажется, все равно, когда русский человек слышит гармошку У него сразу там какое-нибудь озеро Байкал перед глазами Там, ну, какие-то леса, просторы, родины Ну, мне кажется, это в душе где-то Друзья, грязная семья Сейчас я предлагаю нам посмотреть с вами клип Года Бегут Да Два слова, Вов, тебя Два слова Песни записали лет семь, наверное, назад Песня про встречу двух друзей, которые Двух близких друзей, которые давно не виделись И некий диалог Близкая тема всем тоже Да Давайте, смотрите, слушайте Года бегут Года бегут И все меняется вокруг И не понять нам не понять Этот замкнутый круг И как и прежде Не стоит зарекаться от сумы Но не меняемся мы Года бегут, и все меняется вокруг И не понять нам, не понять этот замкнутый круг И как и прежде, не стоит зарекаться от сумы Года бегут, но не меняемся мы Ну здравствуй, брат, давно не виделись Все так же остроумен и хитер, как лист Все так же телефон от звона разрывается Ответь, что перезвонишь, давай пообщаемся Видел тебя недавно, пролетел на тачке Все так же пор заводишь на удачу Чуть посидел, чуть постарел на вид Все так же любишь, чтоб шумел адреналин в крови Время идет, время не остановить Время берет свое, пусть так тому и быть Время может нас убить, но не поменять Рад тебя видеть, дай брат тебя обнять Года бегут, и все меняется вокруг И не понять нам, не понять этот замкнутый круг И как и прежде, не стоит зарекаться от сумы Но не меняемся мы Года бегут, но не меняемся мы Моя душа там, где мои кореша Живу не ради славы, не ради гроша Года бегут не спеша, дела идут не спеша Моя душа там, где мои кореша Здесь каждый made in Russia Здесь вырос, здесь родина наша Слово за слово, живу за идею И как дурак днями, думками, богатею С нами рядом были многие Кто-то свернул с дороги, кто-то нырнул в берлоге Другого боги лишили разума Прощай, не по пути браза нам Ничего не меняется, мы по-прежнему держим Номер тот же, только видимся реже Седина не меняет нутро Принцип домино, ценю то, что дано Мне не все равно, кто рядом со мной Мне не все равно, с кем вместе идти Широкое русское сердце бьется в груди Братишка, не кисни, все у нас впереди Года бегут, и все меняется вокруг И не понять нам, не понять этот замкнутый круг И как и прежде, не стоит зарекаться от сумы Но не меняемся мы Года бегут, и все меняется вокруг И не понять нам, не понять этот замкнутый круг И как и прежде, не стоит зарекаться от сумы Года бегут, но не меняемся мы Программа «Лучшее в стране» продолжается У нас Вова Бобос сегодня в гостях Группа «Крестная семья» Вов, ты сегодня уже вспомнил песню Из репертуара «Крестная семья» Впереди, сразу скажу, всем будет еще один подарок музыкальный За что тебе спасибо Но в твоих социальных сетях Появляются уже и твои сольные песни Ставишь хэштег «Альтер-эго» «Владимир Бобос» И даже уже можно скачать, да, где-то эти композиции Первая из них, кстати, на твой день рождения появилась Сольная песня Да, я решил в день рождения Что тебя гложет, что из тебя выходит Что это? Все очень просто Жизнь Все очень просто Жизнь, да, это альтер-эго Но, ты знаешь, мне всегда нравились песни про любовь Вот в этом плане я всегда был поклонником А приходилось петь Номерок, Блатно, Жульбаны и так далее Да, я всегда в этом плане был поклонником Басты И у меня никогда не получалось писать эти песни про любовь И тут пришел такой, видимо, жизненный момент Который подтолкнул меня Вот к написанию таких песен Причем я одна написалась Я думал, о, ничего себе Ладно Вторая, потом третья, четвертая Думаю, ну ладно, выпущу тогда четыре Типа, Марина, давай пяна, пятая Шестая, я думаю, да, хвост Ну, вроде все, остановилось Сейчас пока вроде стоп Ну, не знаю Ну, может, знаешь, как Такое затишье, и потом опять продолжится что-то В общем, ты пока так с осторожностью наблюдаешь за этим, да? И не совсем понимаешь, куда же это... Да, над этим, во-первых, нужно работать Найти там правильное звучание Ну, то есть Понять, понять Что с этим делать То есть это пока на уровне становления Ну, пока это тоже исключительно лирика Да Это сторона лирики Вот Альтер-ага такой Мой внутренний мир Я близнецы, поэтому мне... Я тоже Поэтому, да Значит, мне понравится твоя песня Значит, вот мы понимаем Другой, когда в тебе есть две противоположности Это... И это надо как-то совмещать Ну, давай чуть-чуть поговорим про твои две кровиночки Я имею в виду про деток, дочка и сынок Замечательные молодые ребята Ну, сколько им лет сейчас? Миша сейчас пойдет в школу Михаил, сын старший Ариша Ей пять лет Младшая доченька Я очень люблю Мы постоянно на связи И вот эта песня, опять же Папа ватсап, папа фейстайм Так, понятно Это вот я А у Романа тоже Две кровиночки на два сентября Трое даже Трое детей, да, старшая Софья Ей уже 14 лет Ну, вы же все крестные друг у друга там Роман, крестный Отец моей дочери Вот опять вам, почему крестная семья Здесь появляются разъяснения Да, да, да Ну, и Вот такой момент хочу отметить Что Роман Он Ну, даже батюшка в церкви Удивился и обратил внимание Что Роман прочитал молитву, которая читается Он прочитал ее сам Вот Во время крещения? Да Ну, это же, да, это достаточно объемная Это такой момент И он сам ее прочитал И батюшка сказал Уважуху Ну, у вас особое отношение к вере Вы никогда это и не скрывали Вы такие достаточно глубоко верующие ребята Это, в общем, видны по вашим семьям По вашим деткам По праздникам, которые вы отмечаете Поздравляете всех Я хочу спросить Что слушают ваши дети? Что слушают младшие из крестной семьи? Младшие слушают Ну, вот, честно, есть такой момент Вот сейчас он, когда Опять же, вот мои дети подросли Я могу вопрос своих сказать Что Писать песни, за которые не стыдно перед детьми И вот, когда сейчас мои дети просят меня Пап, включи Там, пацаны в нашей памяти Пап, включи Коплю на Феррари Мне очень приятно И мне не стыдно им поставить Ну, здесь им более понятно, наверное, о чем поется А ведь некоторые слова из ваших предыдущих композиций Возможно, им приходится и пояснять Что это означает Ну, сильно глубоко, наверное, не надо Просто, там, можно общими словами сказать Что это шуточная песня, там, про это Это, там, серьезная песня про то Понятно То есть такого разбора целиком нет Они подрастут, сами все поймут И улица всему научит Все равно они никуда не денутся от этого Лучшие в стране На телерадиоканале «Страна.ФМ» Ведущая Александра Хайрулина Оба же эти просторы интернета, друзья Если вы сейчас вобьете в поисковике В любом «Крестная семья группа» Вы обязательно увидите такое пояснение Или такое определение «Грязный стиль» Однако Вова Бобус, который сегодня у нас в гостях Утверждает, что это все в прошлом «Крестная семья» — это уже не грязный стиль А какой, как назовем? Как назовем? Так и поплывем Я тебе сразу напоминаю Пускай он остается в этом русле, что шансон-рэп То есть и рэп... Потому что шансон тоже меняется со временем, конечно, да Но на самом деле, мне кажется, не стоит какую-то для себя конкретную Определять стиль Стиль «Крестная семья» Вот, больше никаких вопросов Что мы сейчас послушаем? Мы сейчас послушаем песню «Я иду к тебе» Мы ее собираемся выпускать осенью Вот Мы сняли на нее два клипа уже Один у нас чуть-чуть не получился Потому что нам просто не позволила погода Не позволил... Мы снимали на Эльбрусе И Эльбрус, ну, есть такое понятие Не пустил Ой, какие молодцы! Так Вот Ну, то есть не было вот той самой фишечки Из-за которого весь клип Ну, то есть и мы потом передумали идею И сейчас сняли другую идею немножечко Вот, так что... Заинтриговали! Да Ждем! Ну, сейчас премьера в нашем эфире Я просуфлирую себя Потому что трек новый Окей! Я иду к тебе Я иду к тебе Боже, дай мне сил Я прошу тебя Чтоб за все простил Мне свой крест нести И без бремени Не прийти к тебе Раньше времени Я иду к тебе Я прошу тебя Победить в себе Самого себя Время все быстрей Летит на паруса Я ищу тебя В сердце В небесах Я иду к тебе Я прийти вновь Слепо верю я Что Бог Есть любовь Я прошу тебя Боже, дай мне сил Чтобы рук своих Я не опустил Дай мне сил Вставать Как вставал не раз Дай мне сил Быть смелым И не прятать глаз Дай же сил Прошу Мне в своей борьбе Ее Я иду к тебе Я иду к тебе Я иду к тебе Я тебя ищу И святым крестом Путь перекрещу Дай в душе огня И светлее разум Чтоб не развалиться По словам и фразам Я иду к тебе Дорогу подскажи Веру пронести Сквозь свою всю жизнь Научить детей Верить и любить Научить прощать Чтобы победить Мне не надо удачи Мне не надо везения Я прошу больше сил Больше сил и терпения Мой ответ Я готов укажи Только путь Дай мне сил Крест нести Из пути не свернуть Между мной и тобой Расстояния нет Мы близки Или близки Уже тысячи лет Я не знаю ответов Я не верю судьбе Я иду к тебе Премьера в эфире Телерадиоканал Страна ФМ Иду к тебе Крестная семья Пока что трек Очень классный Спасибо большое Клип осенью Обещан Значит будет Еще ожидаемая премьера Группы Крестная семья Это совместный клип С Бастой Ну и надеюсь Конечно Концерты 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 Выступления Еще новые Синга Еще новые Такие кочевые Треки Как Коплю на Феррари Пишем сейчас Пишем Вот идея Просто есть Отличная Вот сейчас пишем Сейчас занимаюсь Как раз Можно сказать Что какая-то Прям новая волна Какой-то новый виток Начинается у группы Крестная семья Можно Можно Есть вдохновение Есть желание Есть Знаешь Есть такая фраза Человек Однажды Вышедший на сцену Будет всегда пытаться Вернуться туда Опять Вот мне кажется Это подходит И сейчас Как раз Самое время Дети выросли Мы можем Заняться собой Чтобы дети Нами гордились Что вам Это очень хочется Но уже опыт Есть такой Вы же в общем-то Можно сказать Прямо у истоков Постояли Когда-то Сейчас остается Только Все это вспомнить И приумножить И распространить Крестная семья Вов Роману большой привет Пожалуйста Передавай Обязательно Мы вас ждем вместе Ну и поодиночке Ради бога Как угодно Но вместе Ожидаем обязательно Уж точно В программе Концертный зал С живым концертом Спасибо еще раз Крестная семья Коплю на Феррари Слушаю Ну и А может накопим Накопим Кстати хотите Феррари Ну Да Лучшие в стране На телерадиоканале Страна ФМ Ведущая Александра Хайрулина